Доброе утро! Выпуск продолжает новости на Катунь24. С вами Анастасия Борисова. И вот главное к этому часу. Инстаграм-страница Виктора Томенко вошла в топ-10 эффективных среди губернаторов. Исследования провели в одном из диджитал-агентств. В рейтинге Виктор Томенко занял восьмое место. Агентство присвоило его странице 31 балл. У губернатора Алтайского края 52 тысячи подписчиков. 17 декабря его аккаунту в Инстаграм исполнился год. Он отметил, что на каждую публикацию было много откликов. Алтайские депутаты намерены запретить продажу снюса несовершеннолетним. Этот вопрос обсудили на заседании антинаркотической комиссии. Губернатор Виктор Томенко поручил оперативно принять меры против продажи снюсов и бестабачных никотиновых смесей. Напомню, снюс – это бездымный вид табака без характерного запаха. Его нельзя продавать в России, однако продукт переименован в жевательный табак и считается легитимным. В ходе проверки по Алтайскому краю Роспотребнадзор выявил 3000 пачек снюса, которые продали с нарушением законодательства. В Госдуме уже есть законопроект о запрете торговли средствами, содержащими никотин, но ждать его принятия алтайские депутаты не намерены. Данные об ограничениях употребления сосательных, жевательных никотиносодержащих изделий без табака ряд производителей указывает на маркировки. Данные изделия противопоказаны для детей и лиц моложе 18 лет. Однако в ноябре текущего года у нас зафиксирован первый случай отравления несовершеннолетнего на территории края. Подобные факты зафиксированы в Новосибирске, Екатеринбурге, Волгограде и других городах России. В Алтайском крае от снюса едва не умер заринский школьник. 13-летнего мальчика госпитализировали в больницу. К счастью, его удалось спасти. Отмечу, одна порция бездымного табака равна пяти сигаретам. Он формирует никотиновую зависимость, повышает риск развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и болезней десен. Меньше недель остается до самого главного зимнего праздника. Россияне уже подумывают, что будет на их новогоднем столе. Его примерную стоимость подсчитал Росстат. В среднем новогодний стол для жителей России обойдется на 6,5 тысяч рублей. За год праздничное застолье подорожало почти на 3%. Стоимость увеличилась на 2,74%. Дороже всего угощения обойдутся жителям Чукотки в 9,5 тысяч рублей. Это в полтора раза больше, чем в среднем по России на 1,5%. Дешевле всего собрать застолье в Ингушетии потребуется около 3,5 тысяч рублей. Если же говорить конкретно о продуктах, то больше всего к Новому году подорожали сыры, сливочное масло и апельсины, а красная икра и свежие огурцы стали дешевле. Леди в погонах из Повалихи поборется за титул самой красивой военнослужащей страны. Ефрейтор Анастасия Лапердина представит Алтай на всероссийском конкурсе «Мисс Красная звезда». С девушкой познакомился Иван Горбатов. Анастасия Лапердина служит в 35-й ракетной дивизии в Алтайском крае. Она связист. Заведует вот этим передвижным пунктом связи. На ее плечах огромная ответственность. На выездных учениях ее штаб-машина – это глаза и уши всего подразделения. По званию Анастасия Ефрейтор. Автомат разбирает за 10 секунд. А в свободное от службы время участвует в конкурсах красоты и побеждает. Например, у нее уже есть титул «Леди в погонах». В родной военной части Анастасия гордятся и поддерживают. В этом году Анастасия прошла в финал всероссийского фотоконкурса среди военнослужащих «Мисс Красная звезда». Вот этот снимок сделали не в студии, а в военной библиотеке. Вместо отражателя использовали два листа бумаги. Сейчас девушка уже на втором месте в зрительском голосовании. Самое главное даже в этом конкурсе – это не победа. А то, что я смотрю, как меня поддерживают мои близкие, мои друзья, мои коллеги, как они болеют за этот конкурс, мне кажется, даже в некоторых моментах больше, чем я. Если вы хотите поддержать Анастасию, можно проголосовать за нее на сайте конкурса. Адрес вы видите на экране. Итоги уже 31 декабря. И хотя девушка призналась нам, что победа для нее не главная, мы уверены, как военный человек Анастасия просто поскромничала. Иван Горбатов, Сергей Балуев, новости. И на этом наш выпуск новостей завершен. С вами была Анастасия Борисова. Хорошего дня!